МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости моей Удмуртии. Главные события нашей республики в студии Марина Баль. Смотрите в выпуске. Так говорит, бессмысленно лучше работать, конец света. Конец света по-кичевски. Руководитель хозяйства распродает колхозное имущество и уже несколько месяцев не платит зарплату своим работникам. Ситуацией разбиралась Светлана Уланова. Мы рады, что вы заботитесь о безопасности своего ребенка. Инспекторы ГИБДД сегодня благодарили ответственных родителей, не церемонились с нарушителями в Удмуртии. Стартовала акция «Автокресло жизни ребенка». Сотни восточных красавиц собрались в Откинске. Здесь состоялся чемпионат республики по восточным танцам. О его итогах расскажет Анна Ковырзина. Сильные морозы, пришедшие в республику на этой неделе, открыли пожароопасный сезон. До пяти возгораний ежедневно горит в основном частный сектор. Причина в большинстве случаев одна – нарушение правил противопожарной безопасности. Что интересно, раньше пожинспекторы приходили с проверками в дома и указывали на неисправности в печках и электропроводке. А теперь рейды по частным хозяйствам признаны незаконными. Сегодня огнеборцы ищут новые способы противопожарной пропаганды. Просьба жителям республики действия пожарных нормально оценивать, нормально воспринимать, воспринимать как какую-то помощь или подсказку, а не назойливость какую-то. Мы сейчас уже не ходим по жилью. Принято решение в связи с тем, что определенные, ну, несоответственно законодательству, что ли, посещение жилья. Но в пропагандистских мерах, в пропагандистских каких-то целях мы с людьми будем общаться, мы с людьми будем собирать на сходы. Инспекторы Пожнадзора первым делом отправятся в самые горящие районы в Граховский, Дебёске и Увинске. За этот год в республике произошло более тысячи пожаров. В огне погибло 119 человек. Чтобы изменить другую печальную статистику, дорожную, в рейд сегодня отправились инспекторы ГИБДД. Патрули дежурили у школ и детских садов, проверяли, как родители возят детей в авто. Много ли ответственных насчитали, расскажет Наталья Роева. Мы видели, что у вас в детском автокресле ребенок. Поэтому вы такие молодцы. Мы вам дарим такую память, чтобы вы повторили основные правила перевозки детей, как правильно это делать. Сегодня рано утром у детских садов на улице Воровского сотрудники ГИБДД в основном раздавали подарки. Ижевчане достаточно хорошо усвоили правила перевозки детей. На переднем сидении, если перевозят ребенка, то обязательно надо специально детское удерживающее кресло. Если перевозится на заднем сидении, чтобы ремень безопасности не проходил на уровне горла ребенка. Эти правила касаются перевозки детей до 12 лет. Нарушил штраф 500 рублей. Минимальная стоимость автокресла равна стоимости 2-3 штрафов. И все равно некоторые пренебрегают. По словам сотрудников ГИБДД, это, как правило, таксисты или водители, которых попросили подвезти ребенка. Дети – это самая удивимая категория участников дорожного движения. И при дорожных транспортных происшествиях аналогичная тяжесть последствий у взрослых и у детей. У детей гораздо решено. Поэтому обязательно ребенок должен быть защищен. Сегодня во время рейда было проверено 30 автомобилей. Незащищенными оказались 4 ребенка. Всего же за ноябрь и первые числа декабря в Удмуртии за неправильную перевозку детей было оштрафовано 1300 автомобилистов. Наталья Роева, Василий Хохряков, телеканал «Моя Удмуртия». Транспортники Удмуртии решили бороться с безбилетниками. Предлагают увеличить штрафы за неоплаченный проезд и перевозку багажа в три раза. Кабинет министров Удмуртии инициативу поддержал и отправил проект соответствующего закона на утверждение в республиканский парламент. Другие штрафы административные у нас уже все поднялись раз в 20, выше. А вот по данному штрафу вопрос не решался. Поэтому министерства и транспортные организации вышли с предложением, подготовили проект, чтобы штраф увеличить до 300 рублей. Поэтому надеемся, что эта сумма штрафов будет как-то на пассажиры воздействовать и у нас будет меньше нарушителей правил пассажирского производства. Первоначально в проекте планировалось увеличить штраф до 1000 рублей, как в Москве. Но председатель правительства Юрий Петкевич предложил не горячиться, учесть уровень доходов населения. На январской сессии госсовета депутаты рассмотрят этот вопрос и велика вероятность, что согласятся с транспортниками и тогда каждый безбилетный проезд будет стоить зайцу 300 рублей. И еще, внимание, автомобилисты! Три кольцевые развязки в Ижевске получат приоритет движения. Городская администрация, обследовав интенсивность движения, постановила сделать главными кольца на перекрестке улиц Ворошилова 9 января, Ворошилова-Автозводская и Воткинское шоссе, дорога на Хохряки. Предполагается, что так пропускная способность этих участков станет выше приоритет, начнет действовать с 5 января 2013 года, так что внимательно следите за дорожными знаками. Апокалипсис по-сельски. Директор одного из хозяйств в Малопургенском районе готовится к концу света. Так он объясняет своим работникам, почему распродает все имущество СПК, сокращает поголовье и не выплачивает зарплату уже полгода. Остановить беспредел пока не могут и районные власти. Светлана Буланова с подробностями. В сказке живем. Чем дальше, тем страшнее. Сказку с печальным концом верить не хочется. Отшучиваются доярки из деревни Валион. Хотя оптимизма мало. На работу ходят, зарплату не видят вообще. Раньше, поясняет Ольга Киселева, мир был сильным. Держали 5 молочных ферм. Но руководитель хозяйства Анатолий Ешкеев решил создать свой, новый мир. А нынешней весной председатель объявил, СПК, объединяющий 6 деревень, стал банкротом. Я не знаю, где работаю. В новом, в старом мире работаю. А зарплату вам кто платит? А зарплату не знаю. Я за 2 года 500 рублей получила. Это на выборы. Ну, корову выписывала, поросят выписывала, телят, посыпку, хлеб. Там живыми деньгами не видела. Даже на сигареты денег нет уже? Нет, все. На хлеба нет. Хлеб сами печем. Без зарплаты сидит более сотни людей, рассказывает заведующая фермой. Сегодня нет денег даже на то, чтобы вывезти навоз с фермы и подвезти корма с полей. Коровы полуголодные. Запасов силоса осталось на пару недель. От бастования толка нет. Молоко уже не выльешь. Коровы пострадают. Да, коровы пострадают, и мы пострадаем вместе с ними. Они же не техника, не бумага, вон как заведующая говорит. Они же живые существа, такие же есть, хотят так же. Не знаем, кто у нас начальство. Просто по своей инициативе. Можем, например, если так подумать, так можно и не выйти на работу. Скажут, они ничего не скажут. И не узнают, что они уходили. Для каждого уж на свои деньги покупаем, для телятых телятых рождаются, все равно ведь надо им лекарство. Самого Анатолия Яшкеева доярки не видит уже третий месяц. Хотя руководитель хозяйства живет в самом Кичева. Дозвониться до него тоже невозможно, делится Семен Федоров. Найти управу на Яшкеева районное руководство никак не может. У него въезде суды. Всегда он судится с налоговой инспекцией, не оплачивает налоги. И в эти выходные нам пришлось подключать опять полицию. Как я уже говорил, СПК Новый мир на сегодня идет процедуру банковства, конкурсное производство. И с документом Нового мира, который он уже не имеет права, он там уже не руководитель, начинает отправлять зерно по сторонним лицам. Занимались и через прокуратуру, занимаемся через полицию, но пока тяжело идет. Сегодня к делу Яшкеева подключился и следственный комитет. Сам же руководитель мира свои действия односельчанам объясняет просто. Скоро конец света. Он так говорит, бессмысленно уж работать, конец света. Ну, почему-то мы работаем, он сам тоже все распродал, распродал, все растащил. Всем техники, техники уже колхозе не осталось. А вы сами верите, что конец света будет? Я не верю. Я верю в жизнь. Не верите, что колхоз? И верю еще, что колхоз встанет на ноги, будем работать. Так что свой мир работники хозяйства пытаются сберечь всеми своими силами. А 14 декабря жители шести деревень соберут сельский сход. Главный вопрос – отставка Анатолия Ешкеева. Светлана Буланова, Василий Хохряков, телеканал «Майя Удмуртия». Новая социальная сеть, где не получится остаться анонимом, создал ее Сбербанк, и называется она «Деловая среда». Это сервис с элементами деловой социальной сети, магазина и онлайн-кабинета банковских услуг. Основными пользователями проекта должны стать предприниматели. Развивать свой бизнес, не выходя из офиса. Новый проект Сбербанка «Деловая среда» – это сочетание сервисов, онлайн-общения, обучающие материалы и инструментарий для управления бизнесом. Ольга Кузницына заинтересовалась одной из программ, которые можно приобрести в режиме онлайн. Начинающему предпринимателю можно не держать бухгалтера. То есть это электронный бухгалтер, который избавит вас от муторной бумажной работы. Тут можно за пару кликов составить отчетности, составить документы. Не нужно отслеживать последние изменения в законодательстве, потому что информация здесь всегда поддерживается в актуальном состоянии. В разделе «Журнал» читаем новости, комментарии и аналитику. В школе проходим дистанционное обучение. В одном из основных разделов клуб «Общаемся». А в разделе «Рынок» открыта электронная торговая площадка. Здесь можно заключать сделки и обмениваться платежными документами. Эта площадка станет наиболее крупной социальной сетью, которая позволяет бизнес-сообществу реализовывать свои задачи. Самое интересное для наших клиентов – это то, что это позволяет клиентам малого бизнеса осуществлять сделки в режиме онлайн и искать партнеров, не выходя из своего помещения, из своего офиса. А самое важное, что пользователи могут без колебаний доверять друг другу, потому что в деловой среде нет анонимов. Регистрация в виртуальном сообществе подтверждается официальными документами. Именно поэтому договоренности, достигнутые онлайн, имеют силу и в реальном мире. Сервис уже заручился поддержкой 160 тысяч подписчиков по всей России. Их число растет с каждым днем, а вместе с ним растут и возможности для поиска новых партнеров и развития бизнеса. Елена Ириверчук, Василий Хохоряков, телеканал «Моя Удмуртия». Активности потребовал глава республики от министров в работе по привлечению федеральных средств. Как раз накануне в Москве на заседании российского правительства, участие в нем принял Александр Волков, рассматривался проект государственной программы развития промышленности и повышения ее конкурентоспособности. Участие во всех госпрограммах, подчеркнул президент Удмуртий на встрече с республиканским кабмином, это реальная возможность привлечь дополнительные деньги в регион. На совещании также обсудили и ход строительных работ, крытого катка в Ижевске. Оборудование уже поступило, бригады сейчас трудятся в три смены, отчитался министр строительства, и каток, где смогут заниматься юные фигуристы и хоккеисты, будет сдан до Нового года. Большая вода появится в Ижевске. Глава Удмуртии Александр Волков принял решение о строительстве в столице 50-метрового бассейна. В ближайшее время должен быть готов проект. Каким будет новый спортивный объект, выясняла наша съемочная группа. Дано 6 дорожек, 2 часа в день и 500 пловцов. Задача – стать олимпийским чемпионом. Такая установка сейчас у Насти Никишаевой. Она мастер спорта, 7-кратный призер первенства России, абсолютный рекордсмен Удмуртии. Сейчас готовится к Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Новый бассейн с 50-метровыми дорожками. Для тренировок необходим не только Насти, но и Кириллу Андрееву. Впереди у него всероссийский финал «Веселый дельфин». На большой воде 13-летний пловец тренируется редко. Поэтому на соревнованиях не может рассчитать сил. Когда приезжаем на длинную воду, то видно, как ребята держат скорость после первых 25 метров. А лично я уже начинаю сдавать, я не могу держать скорость после первых 25. 50-метровый бассейн ждут и тренеры спорткомплекса. На большой воде можно будет заниматься синхронным плаванием и проводить соревнования всероссийского уровня. Я еще маленькая была. Уже тогда хотели это строить. И, конечно, когда заложат первый камень, когда выруют котлован, тогда, может быть, будут уже какие-то более оптимистичные надежды. И, конечно, очень рада, что на нашу проблему обратили внимание и президент республики. В ближайшее время проект бассейна должен быть принят. Сейчас специалисты Минстроя и Минспорта собираются в соседние регионы. Посмотреть, как подобные объекты построены там. Идет работа по запросу проекта смертной документации, чертежей, для того, чтобы понять, что там можно поменять, какие там параметры, условно говоря. Значит, вот Кировский бассейн, Южкоролинский, они, значит, 50 на 25 метров. То есть это очень приличная ванна, как бы, олимпийского размера. Плюс разминочные бассейны, ну и, соответственно, все необходимые помещения, раздевалок, тренерских, сухого зала плавания. Строительство планируют начать в следующем году. А в 2014-м спортсмены уже должны выйти на большую воду. Анна Ковырзина, Юрий Егоров, телеканал «Моя Удмуртия». К другим темам танцуют все. В Откинске прошел республиканский конкурс по восточным танцам. Самой маленькой участнице полтора года, самой взрослой – 55 лет. 200 танцовщиц из Перми, набережных Чулнов, Чайковского, Ижевска и Воткинска на целый день принесли зрителя в загадочный мир Востока. Глядя на то, с какой легкостью восьмилетняя Даша двигается на сцене и не догадаешься, что этого номера могло не быть. Платье танцовщицы к началу соревнований еще не было готово. У нас еще пока костюм был не готов, мы ездили к швее, потом папу там оставили, он потом нам костюм привез и все, и я уже выступать пошла. То есть буквально костюм был готов за пять минут выступления? Да. Танцует как бьонцы. Василисе Петровой всего год и десять месяцев. Но малышку так и тянет на сцену. На фестивале она была во всех смыслах, вне конкурса. Занимается восточным искусством, с ней мама – профессиональная танцовщица. И Маше это явно нравится. АПЛОДИСМЕНТЫ Тем более, что выступать на большой сцене девчонкам приходится часто. Мы уже куда попало ездили? Мы в Казань ездили, в Пермь. Мы ездили в Казань. Постоянные репетиции, как любой спорт, помогают быть в тонусе. Организаторы фестиваля говорят, их конкурсантки заметно отличаются от сверстниц. Девчонки и малышки с малолетства привыкают держать спинку красиво, двигаться красиво. Они совершенно другие, отличаются от сверстников, свои манеры поведения. Они более культурные. Но это не все у нас вырастают, мы просто красавицами. В итоге золото большинства из 30 номинаций взяли водкинские танцовщицы. Скоро у их соперниц будет шанс отвоевать награды. Весной в Ижевске пройдет межрегиональный фестиваль восточных танцев. Анна Ковырзина, Илья Дериндяев, телеканал «Моя Удмуртия». Женихи и невесты сегодня готовятся к магической свадьбе в магическую дату, последнюю в 21 веке. Работники республиканских ЗАГСов подсчитали и сами удивились. 111 пар завтра придут к ним, чтобы создать семью 12-12-12. Желающих сочетаться с законным браком немного, особенно если сравнить с обычной свадебной пятницей, когда ЗАГСы штурмуют по 300 пар обращающихся. Судя по всему, магия числа 12 в Удмуртии не прониклась, особенно если вспомнить другую дату 08-08-08. В тот день молодоженов было в 4 раза больше. Не забывайте, что в этом году все-таки год високосный. Население иногда на эти вещи реагирует. В городе Ижевске порядка 30 пар. Мы все их перенесли на дом дружбы. И, кстати, неумолимая статистика все от того же ЗАГСа говорит об одном. В делах семейных магические цифры мало, что решают. Посчитано 30% браков, заключенных в такие необычные даты, распадаются. У меня на этом все. Спасибо за внимание. До встречи.